Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши лекции по истории России. Продолжаем говорить об эпохе великой императрицы Екатерины II, но сегодня нам нужно будет сделать такое небольшое отступление назад и обрисовать хотя бы в общих чертах социально-экономическое развитие России в 18 веке, после Петра I и до окончания царствования Екатерины II. Разговаривать об этом важно, потому что хотим мы этого или не хотим, но экономические взаимоотношения это базис общественный и в первую очередь именно экономика определяет всю политическую, культурную, религиозную надстройку. Не разбираясь в экономических вопросах, мы с вами не сможем понять и те политические процессы, которые шли в обществе в тот период. Петровская эпоха обошлась России достаточно дорого, петровские реформы потребовали больших средств, но после Петровское время Россия прирастает и экономически, и территориально, и в своем внешнеполитическом весе по отношению к другим державам. Если говорить об основных тенденциях развития России в этот период, то в первую очередь нужно конечно отметить рост населения. Если в 1719 году численность населения Российской империи составляла 15,6 миллиона человек, то к началу царствования Екатерины II в 1762 году население выросло до 23 с лишним миллионов, а к концу ее царствования до 37,4 миллиона человек. Конечно, такой рост населения связан был не только с тем, что у нас большее количество людей рождалось, меньшее количество людей умирало. Нет, это связано и с территориальными приобретениями, в первую очередь за счет присоединения земель Речи Посполитой к Российской империи, но тем не менее рост населения был весьма значительным. Растет доля и городского населения в российском государстве. Если при Анне Иоанновне в 1740-е годы доля такого населения составляла около 3%, то в 1790-е при Екатерине уже более 4% населения жило в городах. При этом понятно, что страна все равно оставалась аграрной и феодальной. В этом смысле экономика у нас не очень сильно поменялась. Мы с вами знаем, что именно 18 век это эпоха наибольшего распространения крепостничества, наибольшей схожести крепостного права с обычным рабовладением. И на Руси в этот период все равно, конечно, принудительный труд крепостных зависимых крестьян был главным экономическим фактором. Естественно, и сельское хозяйство оставалось самой главной частью российской экономики, но тем не менее мы можем заметить и рост промышленного, то есть мануфактурного производства и рост торговли в этот период. Кроме того, говоря об основных тенденциях развития экономики России в 18 веке, нельзя не сказать о очень важных вещах, а именно о колонизации тех территорий, которые были присоединены либо в 18 веке, либо раньше, но еще не были в должной мере освоены русскими людьми. Речь идет в первую очередь о территории Крыма, территории Заволжья, татарских, башкирских степей, ну и, конечно, сибирская территория, которая тоже в 18 веке достаточно активно осваивается. Поскольку Россия оставалась страной сельскохозяйственной, именно сельское хозяйство это основная отрасль экономики, в нем перемен было не очень много, но они все-таки были. Мы можем сказать, что наше сельское хозяйство продолжало развиваться экстенсивно, то есть вширь за счет освоения новых территорий. Что касается всевозможных новых технологий интенсивного развития, то этого практически не было. По большому счету русский крестьянин пахал землю при Екатерине 2 в 18 веке приблизительно так же, как при каком-нибудь Иване Калите в 14. Вот такая вот достаточно примитивная техника земледелия давала очень небольшие урожаи, как и в 17 веке они составляли 7-3, сам 3, сам 4, редко чуть-чуть больше. Поэтому совершенно нормальным явлением, к сожалению, нормальным явлением были не урожаи и голоды, которые, в общем-то, накрывали то одну, то другую часть Российской империи. Тем не менее, определенные новшества мы все равно можем заметить в этот период. В течение 18 века идет такой существенный переход к сельскому хозяйству тех кочевых народов Южного Урала и Западной Сибири, Датар, Башкир, которые раньше жили в основном за счет собственного скотоводства, теперь все больше и больше степных земель распахивается. Увеличение количества территорий, лежащих в таких благоприятных районах, присоединение правобережной Украины, присоединение Новороссии и Крыма дало возможность повысить товарное производство хлеба. То есть теперь наиболее состоятельные помещики могли производить хлеб не только для собственных нужд, но и на продажу. Именно со времен Екатерины II мы можем говорить о том, что хлебный экспорт становится очень важной статьей доходов русского государства. Распространяются и технические культуры, такие как лен и конопля. Вот эти вот растения, в общем-то, достаточно неприхотливые и в нашей российской полосе обитания, вполне себе дающие неплохие урожаи, активно использовались при производстве непродовольственных товаров для производства тканей, для производства канатов, необходимых для морского дела. Поэтому разводить лен и коноплю было выгодно. Многие помещики на них переходили. Постепенно идет развитие огородных культур, таких как подсолнечник и картофель. Вообще с картофелем, надо сказать, ситуация достаточно любопытная. Мы должны отметить, что картофель в те времена, 18 веке, это скорее не повседневная пища простого человека, а некое изысканное лакомство. Таким образом, у нас в те времена, при Петре Первом, картофель был завезен в Россию, но долгое время оставался пищей исключительно аристократических кругов. До середины 19 века практически русское крестьянство картофель не сажало. Хотя, та же, например, Екатерина всячески рекомендовала нашим помещикам в рамках улучшения их агрокультуры, как раз заниматься посадками картофеля. Дескать, неприхотлив и хороший урожай дает. Ну а на столы его по-прежнему продолжали подносить, как и в начале 18 века при Петре Первом, в качестве сладкого блюда, сдобренного сахаром или медом. Что касается положения крестьянства, то есть 90 процентов населения России, то здесь очень важно заметить то, что постоянно растет число крестьян крепостных. Это происходит за счет того, что государственных крестьян в 18 веке принято было раздавать помещикам как награду за какие-нибудь великолепные достижения. Так, при Екатерине II было раздано 800 тысяч крестьянских душ как награда для ее полководцев, генералов, государственных деятелей. Поэтому число крестьян крепостных у нас постоянно увеличивается. С другой стороны, очень характерной чертой именно 18 века становится появление так называемых капиталистых крестьян, то есть тех крестьян, которые, оставаясь крепостными, сумели разбогатеть на каких-либо промыслах или даже предпринимательстве. И зачастую складывалась такая ситуация, когда какой-либо крестьянин, сумевший разбогатеть, получивший неплохой капиталец, вкладывал этот капиталец в какое-нибудь мануфактурное производство и вскоре оказывался несколько даже богаче своего хозяина. Что парадоксально, вот такие вот достаточно богатые крестьяне, капиталистые крестьяне, которых было немало, они потом будут основателями многих известных наших династий купеческих и промышленных. Так вот, эти крестьяне не выкупались обычно на волю из крепостной зависимости. Наверное, не потому, что сами не хотели на волю, а, наверное, потому, что помещики, которые формально были владельцами этих самых предприятий, фактически принадлежавших их крестьянам, получали вполне конкретный определенный доход с того, что его помещичья собственность, конкретный крестьянин проявляет вот такие предпринимательские способности. Если мы посмотрим на состав крестьянства в 18 веке, мы увидим достаточно существенные изменения. Вот на этой диаграмме мы можем увидеть, что в 1730-е годы в царствовании Анны Иоанновны больше половины крестьян, 51, принадлежали помещикам разного рода. 15% это были монастырские крестьяне, крепостные у церкви, 4% крестьяне дворцовые, принадлежавшие лично императорской фамилии, только 30% это были черносошные, то есть государственные крестьяне. В 1790-е годы ситуация несколько поменялась, вырос процент крестьян крепостных до 56, но вырос и процент крестьян государственных до 40. Связано это было с тем, что исчезла такая категория, как монастырские крестьяне. Во время проведения секуляризации, то есть отъема церковного имущества, Екатерина II записала вот этих вот монастырских бывших церковных крестьян в крестьяне экономические, которые по сути являлись государственными крестьянами. Таким образом, часть русских крепостных при Екатерине II получила личную свободу, оставшись должна только государыне императрица. Но опять же нельзя не сказать, что именно из вот этих вот государственных крестьян многих переводили в крепостное состояние по желанию императрицы. Крепостной крестьянин в это время несет очень серьезные повинности. В первую очередь это, конечно, барщина. 56% крестьян в первую очередь должны были работать на помещичьем хозяйстве за бесплатно. В первую очередь барщина была распространена в землях черноземных, в землях юга России. Это связано с тем, что тут помещику было просто выгоднее иметь большое количество земли в своем владении, которую будет обрабатывать бесплатный труд крепостных крестьян. Барщина в это время доходит до 6 дней в неделю и соответственно на обработку своего собственного участка крестьянину остается только один день. 44% крестьян были крестьянами оброчными и в основном, в отличие от 17 века, в 18 веке господствовал уже исключительно денежный оброк, когда крестьянин со своего хозяйства должен был барину своему заплатить определенную сумму денег. Такое было распространено в неплодородных районах, не Черноземье, север страны. Размер оброка колебался. В некоторых случаях от рубля до 5 рублей в год. Но надо сказать, что сегодня эти суммы выглядят достаточно смешно. Но в то время рубль это была вполне себе серьезная сумма денег. Тем более, что обычно денежный оброк собирали не бумажными деньгами, а с сигнациями, а серебром. В рамках усиления крепостной эксплуатации крестьян наши помещики, особенно в черноземных районах, там где земли богатые и плодородные, вводили так называемую месичину. Переводили крестьян на месичину. Месичина это такой способ ведения хозяйства, когда крестьянину из-за кромов помещика ежемесячно выдается какое-то содержание, но своего надела крестьянин не имеет. Желая как можно более активно использовать землю в южных районах, наши помещики просто не давали крестьянину крепостному никакого надела на прокорм, брали на себя. Вот необходимость, задачу кормить крестьян, то есть по сути дела вот эти крепостные крестьяне работали на своего помещика за ежемесячное содержание, за еду по большому счету. Ну сами понимаете, что такой труд был весьма экономически выгоден. С ростом оброка, с ростом барщины крестьянам приходилось все чаще и чаще задумываться о том, что нужны дополнительные источники дохода. Те наделы, которые им выделяли помещики, зачастую крестьянина прокормить не могли, а раз так, то активно растут всевозможные крестьянские промыслы и идет рост отходничества. Напомню, отходничество это такая практика, когда крестьянин с разрешения своего хозяина помещика отправлялся на заработки либо в другую какую-то местность, либо в соседний город и возвратившись с этих заработков, должен был помещику заплатить определенную часть, процент того денежного довольствия, которое он заработал. Обычно вот такое отходничество было широко распространено в зимний период, но некоторые крестьяне вообще на круглогодичное отходничество переходили, если могли зарабатывать больше, чем тяжким крестьянским трудом. Что касается развития промышленности в этот период, то уже было сказано, что идет достаточно резкий рост мануфактурного производства. Давайте мы с вами посмотрим на диаграмму. На этой диаграмме мы с вами увидим, как выросло количество мануфактур, начиная со времен Петра I за XVIII век. Если Петр I оставил России 205 различных промышленных мануфактур в 1725 году, то к началу царствования императрицы Екатерины II, к 1760 годам число мануфактур уже выросло до 663, а к 1800 году, к началу XIX века в России действовало 1200 различных мануфактур, большинство из которых были сконцентрированы в трех районах. Вот если мы с вами посмотрим на карту, то основной район это в первую очередь Урал, Уральский район, где были сконцентрированы в первую очередь металлургические предприятия. Далее район северо-западный Санкт-Петербурга и центральный московский район, где были в основном предприятия мануфактуры легкой промышленности. По некоторым показателям, например по производству чугуна, Россия в XVIII веке занимает, благодаря Уральским заводам, первое место в мире. При этом на наших мануфактурах активно используется вольно-наемный труд. Вообще для того, чтобы промышленность заработала в полную силу, конечно нужны свободные рабочие руки, но в условиях крепостного права этих свободных рабочих рук не было. И в основном на мануфактурах работали крепостные, так или иначе, прикрепленные к мануфактурам крестьяне. Но вот уже до 40% в середине века, к 1767 году, до 40% работников на мануфактурах были работниками вольно-наемными. Характерной чертой этого времени является возникновение так называемой водчинной и крестьянско-купеческой мануфактур. Что это такое? Давайте объясню. Дело в том, что согласно соборному уложению 1649 года, каждому сословию Российской империи были определены свои собственные, так сказать, рода занятий. И если феодалы, помещики в первую очередь должны были заниматься сельским хозяйством за счет своих крепостных крестьян, то создавать мануфактуры, заниматься промышленностью, ремеслом и торговлей, это была исключительная прерогатива посадского городского населения, которых при Екатерине стали называть мещанами. Но поскольку у нас весь 18 век идет такая политика, что права дворянства всемирно расширяются, то теперь в 18 веке дворянам разрешается заводить свои собственные мануфактуры. И многие из дворян этим воспользовались в своих водчинах, в своих владениях, основываясь на принудительном труде своих крепостных крестьян, они создавали вот такие вот собственные мануфактуры, водчины. Крестьянско-купеческие мануфактуры, это мануфактуры, которые основывали вот те самые капиталистые крестьяне, о которых я говорил в начале лекции. Если мы посмотрим, мы увидим, что в 18 веке у нас 4 основных типа мануфактур. Казенная государственная мануфактура, в первую очередь ориентированная на тяжелую промышленность, использовала труд приписных крестьян, так называемых, которые были приписаны к той или иной мануфактуре и отрабатывали свой, так сказать, государственный долг, отрабатывая государственную тягу трудом на государственной мануфактуре. Водчинными мануфактурами владели помещики, и там работниками были его помещащие крепостные крестьяне. В основном это тоже были мануфактуры, связанные с тяжелой металлургической промышленностью. Третья разновидность мануфактур, мануфактуры посессионные. Мы с вами помним, что еще при Петре Первом была разрешена такая практика деловым людям, в основном из купеческого сословия, закупать крепостных крестьян к заводам. Так называемые посессионные крестьяне. И вот они, прикрепленные к заводам крепостные крестьяне, работали на таких мануфактурах. На крестьянско-купеческих мануфактурах в основном использовался труд крестьян-отходников. Свободных рук было не очень много, но широкое распространение отходничества приводило к тому, что вот такие крестьянско-купеческие мануфактуры, в основном ориентированные на производство тканей, на производство продукции легкой промышленности, работали в основном исключительно в зимнее время. В зимнее время крестьянин отходит на промыслы, устраивается работать на мануфактуру. С наступлением весны крестьянин возвращается к своему земельному участку, заниматься сельским хозяйством, мануфактура на какое-то время прикрывается. В общем, с одной стороны, на наших мануфактурах в это время используются уже новые капиталистические формы эксплуатации. Используется вольно-наемный труд за зарплату. Но с другой стороны, активно используются докапиталистические феодальные способы принуждения людей к бесплатному труду на мануфактурах. Что касается развития торговли, то у нас торговля и внешняя, и внутренняя развивается в 18 веке достаточно активно. И этому способствовал, конечно, выход к морям. К морю северному, Балтийскому и к морю южному, черному, которые совершили Петр I и Екатерина II. Поскольку Россия растет в своих масштабах, все больше у нас видна географическая специализация районов, то эта географическая специализация, географическое районирование все больше и больше приводила к промышленной и производственной специализации, когда каждый район специализировался на производстве какого-то своего, более выгодного именно для этого района сельскохозяйственного продукта. Соответственно, идет широкий рост внутренней торговли, которая получила очень мощный стимул в царствовании императрицы Елизаветы Петровны, когда по инициативе графа Петра Ивановича Шувалова в 1754 году были полностью отменены все внутренние таможенные пошлины в России и перевозить товар по России из русского города в другой русский город можно было совершенно бесплатно. Это привело и к широкому росту ярмарочной торговли. Количество крупных ярмарок в России увеличивается. Продолжают сохранять свое влияние старые ярмарки 17 века, такие как Макарьевская ярмарка в Поволжье, неподалеке от нынешнего Нижнего Новгорода, Ирбитская ярмарка, торговавшая Сибирью в основном, Архангельская ярмарка. Появляются и новые ярмарки, такие как Коренная в черноземной полосе России под Курском или Нежинская ярмарка на Украине. Внутренняя торговля активно сочетается с торговлей внешней. Все флаги будут в гости к нам, как писал поэт, и действительно так оно и было. Центр теперь внешней торговли России, в первую очередь торговли с Европой, переносится из Архангельска, замерзающего порта на Белом море, в Санкт-Петербург и соседние с ним порты Прибалтики. Ревель, Ригу. Внешняя торговля постоянно растет. Растет российский экспорт, если в середине века он составлял около 12 миллионов рублей в год, то к 80-м годам он уже составлял почти в два раза больше, 23 миллиарда рублей в год экспортировалось наших продуктов. Что касается импорта продуктов, то он тоже растет и тоже практически в два раза за полвека вырос импорт. Если в 60-е годы 18 века мы импортировали товаров на 9 миллионов рублей, то к 80-м годам импортировали уже почти на 18 миллионов рублей. При этом государство российское сначала активно способствует росту импорта, отказываясь при Анне Иоанновне в 1731 году от политики протекционизма. Таможенные пошлины на ввозимые в Россию товары были сброшены с 75% до 20% их стоимости, что прямо скажем очень способствовало росту импорта в Россию. Но с другой стороны било вполне себе серьезно по российским мануфактурам, поскольку иностранные товары оказывались существенно дешевле. С другой стороны понимавшая важность именно российской промышленности Екатерина II в 1767 году возвращается к политике протекционизма. Причем возвращается настолько круто, что таможенные пошлины взлетают до 200% стоимости ввозимого в Россию товара. Понятно, что такие пошлины были не на все товары, а на те, которые могли быть произведены в самой стране. Но тем не менее, сами понимаете, 200% это фактически троекратное увеличение цены на товар. Чем же мы торговали? На экспорт в основном шли продукты либо такой первичной переработки, либо вообще напрямую сырье. Пинька, производная от конопли, пакля, пушнина, мед, воск, зерно, лен и льняные ткани, железо, поташ. Вот эти вот продукты составляли основу нашего экспорта. Ввозили мы либо предметы роскоши, либо пряности, которых у нас в России не производилось, либо, так сказать, предметы высокого передела. Основу импорта составляли шелковые ткани, суконные ткани шерстяные, чай, кофе, сахар, хлопчатобумажные ткани. Своего хлопка у нас в России тогда не выращивали. Очень много ввозилось всевозможных предметов роскоши и очень много ввозилось цветных металлов. Несмотря на то, что по черной металлургии Россия занимала первое место в Европе с цветными металлами, и их месторождениями, у нас, в общем-то, долгое время оставались существенные проблемы. И задача находить новые месторождения цветных металлов, в первую очередь меди и олова, была очень важной задачей для нашей горнозаводской Берг-коллегии в 18 веке. Заканчивая разговор об экономике 18 века, надо сказать несколько слов о финансовой сфере и налогообложении. Грандиозные проекты, особенно внешнеполитические, да и внутренние реформы страны, требовали очень больших вложений, поэтому весь 18 век мы видим постоянный рост повинностей, и рост налогообложения, которое падало на плечи, в первую очередь, крестьянского населения России. И это приводило к тому, что крестьяне в массовом порядке разорялись, и недоимки, то есть невзятые налоги по подушной подати, по основному налогу, который финансировал русское государство, становились все больше и больше. Возникал даже такой парадокс. Население страны постоянно росло, а вот количество собираемых денег постоянно уменьшалось. Но с другой стороны, мы не могли снизить вот эти самые повинности, которые несли крепостные крестьяне, опасаясь недовольства помещиков. Если крестьянин разоряется, он не может не только на своего помещика работать, он не может и государству подушную подать платить, но не допустить разорения крестьян, уменьшая оброк или барщину, которую они платят не государству, а своему помещику. Наши монархи 18 века не могли. Эпоха дворцовых переворотов, когда наши дворяне сметали одного за другим неугодных им правителей, очень хорошо показала нашим монархам, что с дворянством ссориться не надо. Выход из этой ситуации попытался найти уже упомянутый сегодня граф Петр Иванович Шувалов, который в царствовании Елизаветы Петровны проводит налоговую реформу, которая снижает прямой налог, подушную подать, но зато вводит косвенные налоги на соль, на вино, на иные товары, которые платят в первую очередь потребители этих товаров, то есть частично налоговое бремя перекладывается на наше российское высшее общество, которое эти товары потребляло. С другой стороны повышаются и внешнеторговые пошлины. С ростом импорта с 5 до 13% выросли в среднем пошлины на ввозимые иностранные товары, хотя на некоторые, как я уже сказал, доходило до 200% повышения таможенных пошлин. С чем это было связано? Иностранцы, ввозя товары в Россию, наполняли государственную казну, и это было важно. Еще одной попыткой решить финансовые проблемы, связанные с недостатком собираемых налогов, с затратами на закуп импортных товаров, на военные предприятия, стала финансовая реформа, которую проводят в царствовании императрицы Екатерины. Проблемой России было отсутствие серьезных, хорошо разведанных, и самое главное, лежащих в европейской части страны серебряных и золотых рудников, да и металлические деньги, в общем-то, были не очень удобны из-за своей тяжести. Поэтому было принято решение пойти, так сказать, по пути прогресса и заменить натуральные металлические золотые, серебряные, медные деньги на деньги бумажные, которые получили название ассигнации. В принципе, в этом нет ничего плохого. Ассигнация, если она выпускается в достаточно таком ограниченном, контролируемом количестве, вполне может быть удобным заменителем денег металлических. Если же есть возможность напрямую менять бумагу на металлические деньги, то тем лучше. Но наше правительство при Екатерине Второй, введя вот эти бумажные деньги, не смогло удержаться от неограниченной эмиссии. Когда у тебя всегда есть возможность пополнить государственную казну, напечатав еще пару десятков миллионов рублей, да, бумажных, не обеспеченных золотом, серебром или мидью, это приводит к неизбежной инфляции, да. В 1774 году было напечатано бумажных денег на 200 миллионов рублей, а к концу царствования Екатерины Второй на 157 миллионов рублей. Естественно, инфляция была достаточно серьезной, и в конце концов это привело к тому, что в России складывается двойной курс. Серебряные деньги ценятся дороже, чем ассигнации. Если, например, помнит кто-нибудь классическую русскую литературу 19 века, ну, например, «Мертвые души» Гоголя, там постоянно упоминается, да, такая-то сумма с добавлением ассигнациями, то есть не полноценными серебряными деньгами, а не полноценными бумажными. Так вот, курс ассигнаций к серебру составлял обычно на 30, а иногда в некоторые годы и на 40% дешевле, чем полноценные серебряные монеты. Это, кстати, сыграет свою роль в событиях начала 19 века, когда России придется вести активную внешнюю политику, воевать с Наполеоном, и вот проблема соотношения серебряных и бумажных денег станет еще острее. Таким образом, если говорить в целом о 18 веке с экономической точки зрения, Россия продолжала оставаться крепостной, феодальной страной, в которой, тем не менее, уже явно были ростки новых капиталистических отношений. А раз так, то и противоречия вот эти вот между новыми капиталистическими формами хозяйствования и старыми феодальными должны были привести к каким-то последствиям. Уже Екатерина II прекрасно понимала, что крепостное право, вот это пережиток феодализма надо отменять, но это неизбежно вызвало бы конфликт с русским дворянством, которое напрямую воспринимало своих крепостных как рабов. В этом смысле очень характерна была речь одного из представителей крупной аристократии на заседании уложенной комиссии, который впрямую, не стесняясь, несмотря на все свое просвещение, называл крепостных не крестьянами, не хлебопашцами или землеробами, а напрямую называл их рабами и требовал больше рабов для них самих. Вот эта вот проблема крепостного права, которую отменять надо было еще при Екатерине, будет таким проклятием российской экономики до середины XIX века, да и потом тоже будет еще долго нам аукаться. Спасибо за внимание. Всего доброго.